Радио Болтком Ну что, поехали, всем привет, всем любителям кино, Олег Пека и Владимир Веселов вместе с вами, вот готовы обсудить, поговорить, как-то обменяться новостями, кто что посмотрел, какие интересные события нас всколыхнули, что вообще в кинотеатрах происходит. Ну что, начнем с новинок, как обычно. Как обычно, наверное, да. Ну, во-первых, наверное, самая такая крупная, большая новинка «Не волнуйся, солнышко» прямо вот с пылу с жару, с Венецианского кинофестиваля, где эта картина, ну, мы очень подробно рассказывали несколько программ назад, попала в скандал. Там все говорят о том, что это, во-первых, режиссерская работа актрисы, собственно, 13 из «Доктора Хауса» Оливия Уайлд. И ходили слухи о том, что у Оливии Уайлд разгорелся роман с исполнителем главной роли Гарри Стайлзом, который, собственно, непрофессиональный актер, он участник группы «One Direction», который ушел из группы и стал сниматься вот у таких достаточно крупных режиссеров в «Дюнкерке», у этого, господи, Кристофера Нолана. И много, какие-то еще, по-моему, у него были, вот я боюсь сейчас соврать, но вот это практически главная мужская роль в фильме «Не волнуйся, солнышко», «Don't worry, darling». Многие сравнивают фильм со степфордскими женами, потому что там, опять-таки, 50-е годы, благополучная семья и некая такая коммуна, которая организовала, экспериментальная коммуна, которую организовала компания, в которой работает главный герой. Понятно, что у него жена домохозяйка, ее играет Флоренс Пьюм, и она начинает подозревать, что за вот этим всем внешним благополучием скрывается какой-то страшный секрет, и, ну, вот в этом и заключается этот психологический триллер. – Главный рецепт, как всегда, история классическая. За красивым фасадом скрывается что-то странное, непонятное, на поверху оказывается, что рай, видимый рай, не настолько райский, как кажется на первый взгляд. Ну, то есть, по этому сценарию еще в свое время Ди Каприо снимался в фильме «Пляж», примерно та же история. Ну, и степфордские жены, опять же, да, правильно тут сравнивают. Ну, а, как бы, поскольку фильм еще не я, не ты, наверное, не видели, вряд ли можно что-то сказать, но исходя из вот этих вот составляющих, непрофессиональный режиссер, непрофессиональные актеры, то есть, пока трудно сказать, насколько будет успешным этот фильм. Но скандальным он точно уже стал, мы об этом уже говорили, и все эти скандалы на съемках, с уходами звезд, с уходом Шайла Бёфа, с скандалом на фестивале, когда один актер то ли плюнул в другого, то ли не плюнул, в общем, загадочная история. Ореол вокруг этого фильма уже есть, а, собственно говоря, насколько велика его художественная ценность, ну, наверное, стоит сходить и посмотреть, если у вас возникнет интерес. Ну, и стоит, может быть, пересмотреть фильм «Аватар», который выходит, вот, кинокулц показывает, я понимаю, там буквально ограниченное время, и, во всем случае, я знаю, что вот один сеанс точно будет, сейчас я проверю по расписанию, а, нет, будет даже три сеанса, три сеанса, можно будет посмотреть его. Безусловно, безусловно, стоит, потому что с момента его премьеры прошло уже больше десяти лет, и, наверное, некоторые не видели его на большом экране, некоторые основательно забыли, и плюс обновить памяти в преддверии выхода второй части, которую обещают в декабре. Ну, я думаю, что это сделать стоит. Кэмерон как раз сейчас делает, ну, некоторые заявления, вот, как раз к премьере нового фильма и повторному выходу в прокат старого о том, что, мол, посмотрите, как я предупреждаю, как я своим фильмом предупреждал о том, что надо беречь, ну, природу. То есть он говорил, показывал природу какой-то, ну, другой планеты, Пандоры, но на деле имел в виду, собственно говоря, Землю, о том, как надо бережно относиться к природе, как все взаимосвязано. Не только на Пандоре, там это, конечно, возведено в абсолют, связь между живыми существами и растениями, и животными. Но на Земле, в принципе, такая же связь существует, и человек, когда разрушает ее, приводит это все к последствиям, и мы сейчас наблюдаем эти последствия засухи, вот, где-то наводнения, где-то засухи, какие-то геополитические катастрофы многочисленные. Ну, вот, Камерон, как бы, выступил недавно с заявлением, что вот, как бы, намекнул, что он обо всем этом предупреждал, а вот мы не вняли, и вот, посмотрите, что происходит. Еще один, еще одна новинка, тут я смотрю очень много фильмов, действительно, это триллер, ну, хоррор «Проклятая», который обыгрывает достаточно традиционную тоже тему, невинный ребенок, который, с которым связана какая-то вот мистика, жуть, ужасы, проклятие, которые приносят несчастье. И я уж не помню, наверное, с Омена это вот все пошло, какая-то такая вот традиция. — Экзорцист, Омен, все оттуда, ребенок Розмари, в общем, все, ноги оттуда растут. — Ну, это вот был, в 70-е годы это была очень-очень популярная тема, и, ну, наверное, как-то циклично это все возвращается, обыгрывается. Сейчас же тоже были какие-то несколько картин в нулевые годы, поэтому я думаю, что вот с началом нового какого-то цикла интереса студии запускают такого рода проект. — Еще, 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 значит, какой-то, я смотрю, тут «Барракуда», такой мафиозный боевик. — С Антонио Бандерасом в главной роли, но на плакате я, честно говоря, принял его за Джейсона Стэдхэма, то есть очень похоже. Бандерас, конечно, вот его на старости лет слегка разрывает между двумя Амплуана, так скажем, ему хочется оставаться еще мачо и времен Деспирадо звездой боевиков, но в то же время он и продолжает сниматься у того же Педро Альмадовара, там какие-то независимые картины, то есть, ну, и хочется и там, и там. При этом надо сказать честно, что в боевиках Бандерас не достигает какого-то, какой-то высоты. Даже до того же Лиама Нисона и Джейсона Стэдхэма он, конечно, не дотягивает, как звезда боевиков. Ну, вот так сложилось, не знаю почему, но, возможно, какой-то у него бэкграунд такой более серьезный, не знаю, не могу сказать. — Нет, ну, вспомни, «Отчаянного», например, он же прекрасный, но надо, наверное, режиссера такого, который может... — Не, ну, я говорил, это Деспирадо ты имеешь в виду, «Отчаянное». — Ну, да, да, да. — Да, ну, это как бы начало его пути, когда Родригес был, соответственно, были другие мощности, другой возраст. Сейчас это, ну, и Зора там тот же, то есть он вполне был тогда органичен в этих ролях, сейчас уже, наверное, не очень. Не знаю почему, но вот так вот сложилось исторически, поэтому не знаю, почему этот фильм появился, выходит на большой экран. По мне, так это вполне себе такая новинка для стриминговых сервисов. — Ну, да, хом-видео, то, что вот раньше называли, то есть то, что выходит где-то там на кабельном телевидении. И вот выходит на этой неделе фильм наш латвийский, снятый Станиславом Такаловым, режиссером «Милый друг», «Милу Лис». И я хочу сказать, что, в принципе, вот как-то после окончания, ну, вот этого пандемийного, когда чуть-чуть вот предпустило, сейчас ожидается до конца года, там говорят, что безумное количество вот всё, что накопилось в фильмах латвийской, снятых вот в Латвии, всё это сейчас выплеснется на экраны. И, конечно, с одной стороны, это получается очень большая конкуренция нашего латвийского кино. И я буквально вот получил вчера сообщение о том, что «Мат Эспенс», «Молоко матери», фильм, который собирались в ноябре выпустить, его перенесли даже на следующий год. Я, ну, подозреваю, что, может быть, речь идёт о том, что эта картина, в самом деле, очень дорогостоящая, очень основательно снятая, и боятся, что просто, чтобы она не затерялась, но вот в каком-то общем потоке, вот её решили перенести премьеру на следующий год. Ну, а вот «Милу Лис» — это картина, вот она позиционируется как история молодого амбициозного карьериста, который строит свою карьеру через внешность, через, как бы, отношения с женщинами. Но я сразу хочу сказать, что этот фильм гораздо более, ну, в нём буквально сразу происходит сюжетный поворот, который сосредотачивает нас больше на истории отношений маленькой девочки, ну, такой, ну, не совсем маленькой, но, в общем, ещё девочки. И вот как раз-таки, как этому герою придётся делать нравственный выбор. И это картина, которую, наверное, лучше всего расскажет. У нас в понедельник в эфире был как раз сам режиссёр, Станислав Такалов. И я постарался сделать выжимку из его рассказа об этой картине. И мы сейчас попросим, чтобы вот эта запись прозвучала в эфире. Это герой, который, используя похожие методики, как герои Ги и Дома Пассана, не похожие, а такие же. То есть свой внешний вид и взаимоотношения с женщинами пытается каким-то образом пробиться в обществе. Если у Ги и Дома Пассана в 19 веке действие происходит, и там есть определённая специфика того, что будет с женщиной, если кто-то узнает, что она изменила в браке, да, ну, это вплоть до смерти, да. То есть это определённые правила общества на тот момент. И вот мы в 21 веке, в 2016 году с человеком, который похожими способами пытается двигаться, но и правила другие. Ну, тебя вряд ли к смертной казни приговорят, если ты изменил в отношениях, например. — 16-й год — это не оговорка, это начало работы над фильмом, я понимаю, да? — Да, ну и действие тоже в кино в 2016-м происходит по многим причинам. По причинам того, что фильм затрагивает работу администраторов неплатёжеспособности, и на тот момент мы, в принципе, жили в реалиях мафии этих людей, да, которые, ну, разными способами очень сильно вредили государству, пытаясь идти на живу, и это и второй момент, самый главный, то, что главным героем столько же лет, сколько Латвии после возвращения независимости в 91-го, 26 на тот момент, что для меня, как для автора, очень важно, как комментарий. — Как удалось найти, ну, вот исполнителей главных ролей? — Так как у меня оператор Олег Муту, да, из Румынии с фильмами, которые и «Золотую пальму ветвь» выиграл, и «Uncertain Regard» категорию, снимающей с Лазницей, Миндадзе, Минджу и всеми в Европе, кто у нас сейчас считается, ну, как бы верхушкой режиссёрского коллектива в Европе, мы сразу договорились, что я абсолютно имею возможность погрузиться в работу с актёрами в репетиции и мизэн-сцены, и визуальную часть, так как мы сходимся на том, что это вариация румынской новой волны, ну, так самое простое можно объяснить, это значит немонтажность, отсутствие музыки, внимательное наблюдение за персонажами, да, то есть, ну, какие-то основные позиции. Я был сконцентрирован на том, что мне кажется, как режиссёр должен делать, репетировать с актёрами, ставить мизэн-сцены. С главным героем мы репетировали два года, потому что он ещё, в принципе, был студентом последнего курса университета и совсем не был в том месте, где мне хотелось, чтобы снимать его в кино. Полтора года он не знал, будет ли у него эта роль, что тоже, конечно, придало остроты наших репетиций, когда ты полтора года репетируешь в стол, да, можно сказать, ну, и не знаешь, будет у тебя эта роль или нет. Тебе никто ничего не говорит. Кейш, насколько его важная роль? У него вроде бы небольшая, очень такая, ну, несколько буквально эпизодов. Андрес для меня злодей всегда, то есть Кейш играет в других кино, очень много ролей, где он добрый, хороший человек, я не знаю, у меня Андрес ассоциируется со злодеем Кейшем, и я вот уже второй фильм играет роль такого, ну, неоднозначного злодея, да, если в первом фильме вообще очень как стрейтфорвард, как говорят, ну, прямо к злодею, то здесь он такой, ну, тоже, я думаю, конечно, злодей. Андрес мне очень нравится, да, очень, очень мне кажется просто интересно. Я, в этом кино много непрофессиональных актеров тоже снимается, да, и всегда, когда можно найти человека, ну, вот, например, какого-то дельца в зоне действия администраторов неплатежеспособности, вот мы искали такого, который человек как бы как рыба в воде себя чувствует в этом бизнесе, так назовем его, да, недвижимости и каких-то банкротств и все, и очень много посмотрели настоящих дельцов того времени, понятно, что многие из них не хотели участвовать, да, но кто-то, кто-то приходил, и потом пришел Андрес, и понятно, что он может очень быстро понять и дать больше глубины этому, ну, как бы осознание, еще посмотреть на это со стороны и понять, что еще там может произойти. Ну, вот, собственно, рассказ о фильме Станислава Токалова, мы только что с вами прослушали, режиссера фильма. Я, кстати, вчера посмотрел еще, вот был на просмотре журналистка Неона Паваса, Рейс Семати Сакажи, тоже картина, но она через пару недель выйдет на экраны и будет о чем рассказать, но такой тоже фильм достаточно снятый о нашем, о нашем времени с очень молодыми актерами, и там очень тоже интересная операторская работа, но это мы еще расскажем попозже. Что еще? Мы о новинках полностью все, по-моему, рассказали. По-моему, да. Что-то, и что из новостей такого любопытного, интересного сейчас происходит? Ну, да, вот могу рассказать, в первую очередь скажу, что меня заинтересовало, может быть, не всех так интересует, как меня, но, тем не менее, воспользуюсь своим положением. Появился первый трейлер ремейка «Ужасникова. Оставшие из ада». Вот, да, я уже неоднократно эту тему у себя в Фейсбуке поднимал и прочее. Ну, хочется, чтобы ремейк вышел хорошим, а не как все сиквелы, многочисленные. Ну, жанр «Ужасникова» он такой специфический, он кому-то категорически нравится, кому-то категорически не нравится. Я, в принципе, где-то посередине. Хороший фильм, он, в принципе, хорош в любом жанре, так скажем, считаю. И тот самый 35-летний давности оригинальный фильм, мне он кажется очень хорошим. И, ну, может быть, это связано с тем, что я его посмотрел в видеопрокате, будучи школьником, и он оставил на меня какие-то неизгладимые впечатления. То есть я после просмотра боялся домой идти. То есть в темноте было страшно практически все. И сейчас выходит, в октябре, в начале октября выходит ремейк. В принципе, кому интересно, могут посмотреть, оценить, сравнить, потому что новое видение главного ужасного существа, если кто-то в курсе, там такой посланец из ада с гвоздями в голове, которого называют Пинхетт, в старом фильме его играл мужчина, в новом фильме его играет женщина. То есть говорят, что это ближе даже к оригинальному произведению Клайва Баркера. Ну, мне кажется, должно быть интересно, я жду. Ну и еще один, именно связанный с ужасниками новость, тут относительно недавно появился трейлер фильма под названием «Винни-Пух, кровь и мед». Ну, это понятно, что трэш, потому что это ужасник о Винни-Пухе. Но очень интересный исходный материал. Все мы помним, что были фильмы про Кристофера Робина, который вырос, забыл про Винни-Пуха, и вот, наконец-то, он вспомнил о нем и вернулся. Так вот, в этом фильме история такова, что за то время, пока Кристофер Робин о Винни-Пухе забыл, Винни-Пуха с пятачком слегка, значит, у них поехала кукуха, и они обозлились очень на людей и решили всех людей убивать. Трейлер очень кровавый и очень занятный такой, но будем ждать, когда выйдет фильм, чтобы оценить. Ну, это, конечно, трэш, но, мне кажется, будет очень забавно. И, кстати, сама идея смогла воплотиться благодаря тому, что закончились авторские права на этих персонажей, и поэтому стало возможным немножко поглумиться над вот этой культовой классикой сказочной, потому что до этого, я понимаю, наследники были бы очень недовольны и могли бы засудить за такие дела. А еще вот... Да, ну и... Да. Ну и просто хотел сказать, да, по поводу поехавших кукухой, продолжая тему, про актера Эзру Миллера, если вот ты в курсе всех событий, связанных с этим актером, сколько ему там, почти 30 лет, в принципе, достаточно молодой актер, но сейчас он стал известен как звезда фильмов Марвел, он исполняет роль этого флэша, также он снимался в «Фантастических тварях». Ну, в общем, достаточно успешный актер, но на волне, вот как мы уже как-то говорили, что не все актеры могут справиться с популярностью, у некоторых слегка случаются какие-то, не знаю, как это сказать, то есть звездные болезни или еще что-то. Ну, вот Эзра Миллера тоже постигло это несчастье, он начал вести себя не совсем адекватно, то есть в апреле его арестовали за то, что он избил женщину в баре, потом он зачем-то проник, ну, будучи голливудской звездой, да, он проник в чужой дом, чтобы похитить бутылку с виски, то есть сейчас вот прямо скоро будут слушания в суде по этому поводу. Ну, и потом и вовсе появились новости, что он, значит, возомнил себя миссией, культ вокруг себя построил, и, значит, в этот культ втягивает несовершеннолетних девушек. Ну, в общем, очень странная достаточно история. При этом в следующем году должен выйти большой проект, посвященный именно его флэшу, то есть он уже снят, и понятно, что для студии это большая проблема, потому что если сейчас окажется, что актер окончательно слетел с катушек и ведет себя неадекватно, понятно, что на фильм никто не пойдет. И они надавили на него, и вот пару недель назад он принес извинения за свое поведение, сказал, что он отправится в лечебницу. Ну, непонятно, насколько все это серьезно, отправится ли он в лечебницу или нет. Ну, вот интересен сам факт, что после таких действий кого-то, значит, из актеров выкидывают вообще из профессии, забывают, как зовут, кого-то еще тянут и пытаются как-то восстановить репутацию. Вот Эзра Миллер, наверное, и из этих, и из вторых пока еще его пытаются вытянуть, несмотря на то, что обвинения какие-то достаточно пугающие, так скажем. — Я думаю, что здесь, конечно, замешано то, что картина еще не вышла, с огромным бюджетом, вложенных средствами. Вспомни, как «Смерть на Неле» перенесли, ну, чтобы пока там чуть-чуть утих скандал, и постарались вообще убрать из трейлеров из... Ну, слава богу, он не был исполнителем главной роли, этот, боже мой... — Армихаймер, да. На год практически ее перенесли, а, в принципе, ничего такого в этом не было. Но при этом, вот, как я и говорю, Армихаймер, все, его в Голливуде, по крайней мере, пока дверь для него закрыта, и, по последним данным, он работает в отелях, там чуть ли продает туры какие-то на Гавайи. Вот, а Эзер Миллер пока еще... Ну, есть, в общем, класс таких актеров, которые ведут себя не совсем понятно, не совсем адекватно. Вот Эзер Миллер к ним присоединился, к Шайла Бьёфу там и прочим. — Ну, вот ты упомянул Марвел, а самое забавное, что вот пришли данные по кассовым сборам, и в том числе по мировым кассовым сборам. И такой вот, ну, действительно, наверное, это все-таки тревожный сигнал для какого-то мирового кинопроката. На самый кассовый фильм недели — это не голливудская продукция, а индийский фильм. Индийский фильм, который называется «Брахмаста. Часть первая Шива», и его позиционируют как Марвел с танцами и песнями. То есть я посмотрел, это в самом деле что-то невероятное. То есть там главный герой — диджей со сверхспособностями, который там борется с какими-то темными силами. То есть, в принципе, какая-то совершенно высосанная из пальца история, но, тем не менее, снята массовки там буквально тысячные. Все поют, веселятся, играет веселая музыка. Главный герой как просто чертик на ниточках, там у него все двигается в разные стороны. То есть невероятно там все синхронизировано, очень красивые, клянусь, вот очень красивые танцы можно найти в YouTube. Там все эти ролики из фильма, кусочки из фильма. И эта картина, она вот сейчас гремит. Причем понятно, что в Индии большая часть денег собрана, но, тем не менее, и в Америке его смотрят, и в других странах. Так что вот индийское кино. Не надо, нельзя забывать, что, во-первых, Индия одна из самых населенных стран мира. Плюс они достаточно любят кино по какой-то причине, могут себе, видимо, это позволить. То есть у них, очевидно, билеты не по 20 евро семейные. Поэтому, наверное, они ходят в кино почаще и, наверное, могут сделать такую кассу. Ну, потому что, да, они дотягиваются, тянут к себе все, до чего могут дотянуться, адаптируют, добавляют танцев и выпускают на экраны, ну, почему бы и нет. Ну, а плюс диаспоры, наверное, многочисленные по всему миру. Ну, и другим, наверное, тоже интересно. Во всяком случае, кстати, в России вот индийский фильм, поскольку там же, ну, практически нет современной голливудской продукции крупных студий, поэтому там индийское кино там тоже пользуется популярностью, и этот фильм, по-моему, тоже присутствует. Так что посмотрим. Жалко, у нас не показывают, потому что, наверное, было бы любопытно посмотреть вообще, как бы у нас вот воспринимали эти индийские фильмы. Я даже где-то видел материал очень интересный о том, как «Крёстный отец». Ну, то есть там куча фильмов, которые были адаптированы именно для Индии. То есть даже с «Аль Пачино» и, господи, про «Слепого полковника». «Запах женщины», да. «Запах женщины», да, тоже был адаптирован для индийского кино. Там, правда, в середине было серьёзное расхождение. То есть этот «Слепой полковник» внезапно узнаёт о том, что, собирая, готовятся ограбления дома престарелых, и он там устраивает мясорубку со всеми, значит, бандитами. На самом деле, индийские ремейки – это такая, да, большая тема, по которой можно говорить. Я тоже интересовался и обнаружил, что там, как ты говоришь, и «Крёстный отец» есть, и «Кошмар на улице Вязов» есть индийский, и «Фредди Крюгер» очень смешной, и «Робокоп» есть индийский, вообще обхохотаться можно. Там и «Супермен» со «Спайдерменом». Ну, «Ирония судьбы» мы уже говорили неоднократно, что прямо ремейк. Есть ремейк фильма «Большой» с Томом Крузом, когда мальчик становится взрослым. «Инопланетянин» есть, я даже уже сейчас не припомню все. А «Оно» есть тоже вот такое с красным шариком. «Рэмбо» они хотели переснимать, но, по-моему, так и не пересняли, но я видел плакат очень фактурный, там, «Индиец», прямо вот в той же позе, который из стола он и стоял. Так что богатые варианты, им можно развлекаться, там достаточно всё забавно. Если кто-то хочет, интересуется, он может посмотреть. И «Звёздные войны», кстати, есть индийские, тоже достаточно забавно, в интернете можно найти и посмотреть. Всё, кстати, в этом индийском кино такое немножко гипертрофированное, ну, нереальное, потому что там главный герой может одним кулаком, ударом отправить на землю сразу 10 противников. То есть, ну, всё это как-то так очень нереалистично. Что ещё? Вот в мировом прокате, сейчас я, наверное, оставлю эту тему, потому что мы перейдём тогда к нашей большой теме. В американском прокате вышла картина, она сейчас на первом месте «Женщина-король», и вот я уже говорил о том, что американский прокат сейчас переживает четвёртую неделю страшного падения. И вообще это как-то немножко вызывает лёгкую тревогу, что произойдёт, что будет дальше. Не меняется ли, потому что сейчас пандемии как будто бы нет. Вот понятно, было два года пандемии, когда кинотеатры были закрыты, там работали в полсилы с рассадкой там шахматной и так далее. Но сейчас просто, казалось бы, можно собирать деньги, но люди не идут в кино. И вот самым кассовым фильмом оказалась лента «Женщина-король». Там Виола Дэвис играет такую женщину-вождя, предводительницу африканского премии. Даже страны Дагомея, которая существовала в 17-19 веке, оказывала сопротивление европейским колонизаторам. И понятно, что это обыгрывается вот тема сопротивления колонизации, там африканские герои, которые побеждают белых, там этих бледнолицых захватчиков. Очень забавна аудитория. Чернокожие женщины старше 35 лет. То есть это основная масса, кто пришёл на... Он, собственно говоря, как и главная героиня. Да, он получил очень высокие оценки зрителей, ну тех, кто пришёл, посмотрел. И этих женщин хватило, чтобы собрать достаточно большую... Ну, кстати, очень небольшую, но большую, чтобы оказаться на первом месте. На втором месте был хоррор «Варвар». Кстати, картина, говорят, с таким сарафанным радиохорошим. Ну, то есть у неё хороший шлейф отзывов. И это про девушку, которая вот Airbnb заказывает квартиру, ну, снимает квартиру, вдруг обнаруживает, что там уже живёт какой-то человек, молодой парень. Ну и дальше там какие-то, в общем, страсти-мордасти. То есть это такой хоррор-хоррор. И ещё один ужасничек, Perl, тоже на третьем месте. То есть, ну, дальше идут эти Bullet Train, Maverick. То есть как будто бы новые фильмы не могут пробиться. Люди потеряли интерес к просмотру фильмов на большом экране. То есть какая-то такая тревожная немножечко ноточка. Ну, а если говорить вот про мировой прокат, то там «Билет в рай». Картина, которая у нас тоже демонстрируется с Джорджем Клуни и Джулией Робертс. И вот забавно, что они уже в пятый раз играют вместе. То есть там огромное количество картин с их участием. Это и 11 друзей Оушена, где они тоже играли бывших супругов. И ещё, я сейчас боюсь соврать, но было несколько картин, где они встречались вместе. Вот мы в связи с этим хотели припомнить, поговорить, может быть, быстренько вспомнить какие-то картины, где актёры часто снимаются вместе. Вот я хочу сказать, что чаще всего вот есть разные случаи, когда уже сложившиеся какие-то ансамбли иногда бывают. Это, например, как трио Витцин, Никулин, Маргунов. Но там это троица, это постоянные три героя с тремя уже готовыми персонажами, которые просто тиражируются. Это серия фильмов. Есть случаи, когда просто берут двух звёзд, и они играют вместе, вот как Пьер Ришар и Жерар Депардье, которые как будто бы играют разных персонажей, но всё-таки характеры немножко повторяются. То есть Депардье, как правило, такой силач, Пьер Ришар – лёгкий такой растяпа, который может оказаться не таким уж и растяпой. И есть примеры, когда актёры, снимаясь вместе, они постоянно что-то придумывают. То есть они по-разному играют разных персонажей, они по-разному взаимодействуют. Например, Мэтт Дэймон с Беном Аффлеком они не всегда даже в равноправных условиях. То есть если вспомнить «Умница Уилл Хантинг», там они даже бросали монетку, кто будет сыграть главного героя, а просто кто на втором роль второго плана, его просто приятеля-друга. Хотя они в фильме «Догма» тоже пересекались, они играли там уже... Ну, у них много, у них 11 общих ролей. И последний вот этот, собственно говоря, о котором мы ещё говорили в фильме «Последняя дуэль», где тоже у Дэймона большая роль, центральная, а у Аффлека второстепенная. То есть Дэймон играл рыцаря одного из главных действующих персонажей, и Аффлек играл короля, который просто приходит там, чтобы навести какой-то порядок. Ну, то есть его, понятно, что его экранное время меньше. Ну и вот действительно так вот получается и в дуэте, вот, например, с Тобио Магуайром и Лео Ди Каприо, которые тоже появлялись в некоторых картинах вместе. Мэтью МакКонахи с Вуди Харрельсоном, они просто очень хорошо большие друзья в жизни, и они снимались вместе это с телевизора. Ну и, конечно, вот «Настоящий детектив», где у них были уже вот такие, ну, равные роли. То есть здесь они как две звезды. Я просто хотел сказать, что в первую очередь можно вспомнить романтические дуэты, которые выстрелили один раз, и поэтому и берут, пробуют второй раз. И вот в этой категории можно вспомнить, во-первых, Ричард Гирд и Джулия Робертс даже. То есть они выстрелили в красотки, их взяли в сбежавшую невесту романтическую комедию. В принципе, тоже неплохую. Следующие кто у нас? Том Хэнкс и Мэк Райан. Они выстрелили в... Не спящих в Сиэтле. Не спящих в Сиэтле, и через какое-то там, через 10 лет сняли вам письмо. Тоже, в принципе, неплохой фильм получился. Потом, что Сандра Балок и Киану Ривз. Они хорошо сыграли вместе, то есть хорошо смотрелись в скорости. Во второй скорости Киану Ривз предусмотрительно отказался сниматься, хотя его приглашали. Но зато они потом снялись в ремейке японского Дома озера. Корейского, по-моему, корейский, да? А, корейский, да. Ну, если кто-то не видел, рекомендую посмотреть. Кстати, Киану Ривз с Войнон и Райдер тоже, они снимались сначала. Господи, ну, это меня... Их последнее как-то перебило. Да, ну, там не очень известный фильм. Я, честно говоря, даже, я помню, смотрел, но я не забыл название. Вот, зато я не забыл название первого фильма Леонардо Ди Капри Кейт Винслетт. Все, наверное, помнят, что это Титаник. Вот. И потом они снялись вместе уже через лет 20, наверное, уже, возмужавшие, так скажем, в дороге перемен. Но это такая драма, она прошла менее замеченной, причем снимал ее муж Кейт Винслетт, Сэм Мендес. Мэтью Махконахи, вот он не только с Вуди Харрельсом, он еще и с Кейт Хадсон два раза снимался. Сначала в «Как бросить парня за 10 дней», а потом еще в романтии, тоже в приключенческой комедии «Золото дураков». Ну, то есть вот это одна категория, когда дуэт выстреливает, значит, его берут по второму разу. И уникальный случай, наверное, это Эмма Стоун и Райан Гуслинг, потому что они, по-моему, три или четыре раза вместе сыграли, тоже романтическую пару. Я не помню, какой там у них был фильм «Первый», но они снимались и в «Это дурацкая любовь», и где-то еще, какие-то пары еще фильмов, их тоже брали на роль влюбленных. А, «Ла-Ла Лэнди». «Ла-Ла Лэнди», да, конечно. Да, и был еще гангстерский фильм, не помню сейчас, как называется. Я еще вот могу добавить, ну, это уже не романтические пары, Саймон Пек и Ник Фрост, которые просто тоже британские. Да, это вот творческие тандемы «Друзья», так скажем, я бы назвал это, когда двум актерам прикольно работать вместе, а они, значит, на двоих соображают проекты все. И, кстати, они принимают участие и в создании, то есть они соавторы сценария, то есть они приносят идею, то есть они сами разрабатывают путь самих себя, какие-то вещи, ну, например, там вот как... Джейсон Смит и Джейсон Мьюз, который «Молчаливый Боб» и как его там звали, не помню. Тот же Бен Эффлек и Мэд Дэймон. Потом кто у нас? Бен Стиллер и Оуэн Уилсон. Да, они вот, кстати, постоянно тоже вместе. Да. Роб Шнайдер и Адам Сэндлер. 16 проектов вместе, я почитал. Ну, то есть это вообще... То есть они суют друг друга. Даже один играет главную роль, второй где-то появляется хотя бы просто на пару секунд, но отмечается. Джеймс Франко и Сет Роган. То есть часто эти актеры просто вместе учились, вместе где-то там жили в общаге. И вот они становятся друзьями и решают, что дальше надо двигаться вместе. Не обязательно, что они во всех фильмах снимаются вместе, но часто друг друга делают такие приятные подарки, так скажем. Я забыл, кстати, еще один романтический дуэт. Это Дрю Берримор и Адам Сэндлер. У них там было тоже и певец на свадьбе, и 51-х поцелуев, или там в английском научало свидание, а в переводе почему-то взяли поцелуев. Да. Ну, еще есть Джонни Депп и Хелен Боннин Картер, которые тоже в пяти или шести фильмах снялись. Причем все эти фильмы снял Тим Бартон, муж Хелен Боннин Картера. Но на тот момент, с которым она уже потом развелась, да. И здесь вот такое ощущение, что они не играли романтические пары. То есть здесь скорее, ну, как, у них не все... Это не такой обычный пример романтики. Ну, это да, не романтические пары. Действительно, у них разные персонажи всегда. Они как-то контактируют, но не в этом смысле. Ну, одним словом, всегда вот есть какие-то... Ну, еще, да, еще семейные пары, можно вспомнить. Том Круз и Николь Кидман, которые снялись вместе в Дни грома, познакомились, поженились. И потом еще в Далеко-далеко, по-моему, они снялись вместе. Хороший такой фильм исторический. И потом снялись у стен Република в широко закрытых глазах и развелись. То есть фильм их свел, и фильм их развел. И Ким Бейсинджер с Аликом Болдуином, тоже там привычка жениться. И, по-моему... В Дин Шинкейс или Моника Белучи еще, например, тоже. Очень много снимались вместе. Ну, здесь действительно это семейные пары. Ну, между тем, нам показывают, что время, к сожалению... Говорили бы и говорили дальше, но, к сожалению, время программы завершается. Всем спасибо, всем хороших фильмов. Владимир Веселов, Олег Пек с вами провели программу «Синема». До свидания. Всем пока. На одной волне с городом. Радио. Болтком.